Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наше занятие. Аминь. Какие у нас события были на неделе, кто знает. Какие-то праздники у нас были большие? Шестянские. Давайте вспомним. Нет? Не было. Вроде не было, да? Последний у нас праздник был 14 октября. Покров называется. Покров Пресвятой Богородицы. Это было уже у нас. Так. А у кого-то день ангела, может быть, скоро давайте тоже вспомним, чтобы знать. У кого у нас скоро? У Евросинии. 29, да, у нее? 29 октября у Евросинии будет день ангела. Дядя Игнатий приехал. Несколько слов хотел сказать. В Святой Библии написано. Не лиши меня, Господи, здравомысля и рассудительность. Не лиши, это означает, она уже есть. Но надо, чтобы это сохранить. Вот на это хотел сказать. Внимание, урок какой-то назначить или как? Чтобы дети научились сами рассуждать. Вот здесь они хорошие. Одеты по форме. Нормально. А в школе как они себя ведут? Вот потеряют. Есть такие, там, дикий смех. Просто как поросенка режут. Как бесноватый. Начинает крещать, толкать. Там эта маленькая девчонка подбежала. Зачем? Вопрос. Зачем? Существует определенный урок физкультуры, где прыгать, все. А это зачем? Отдых 15 минут. И стараясь, она уже отошла, не хочет, все равно подходит еще. То есть здравомыслие. А дальше рассудительность. С тобой будет поступать точно так же. Ты даже не знаешь об этом, что для тебя готовится. Нам кажется, вот этого в классе не было. Плохой человек. Его бы убрали, который долбец тех. Вот класс был бы хороший. Его убрали, сразу на место еще хуже. В этот же день. Из-за этой среды, притом не присылают ниоткуда. Я стал об этом говорить в деревне. И ко мне подошла сестра моя, Валентина. И говорит, у нас корова одна. Все едят, а она одна куда-то лезет и за ней бегает. До того противная, прям вот, хоть бы куда-то ее дели. И вдруг у нее продает Миша Никитин. Я, говорит, отошла там, молюсь, господи. Это только покупатель-то купил бы ее. Ну, она не дает нормально постись-то. Только продали. На завтра утром, говорит, корова барабаша. Точно такая же. Я даже не видел эту корову. Она стоит в середине. Точно так же. И когда едят, это куда-то лезет. Других бодает все время. Что там случилось, не знаю. Эту корову убрали. В этот же день, буквально в этот же день, третья корова. И не какая-то Андрея Устинова. Совершенно спокойная корова заняла ее положение. Значит, выхода в этом нет. Выход в кардинальном изменении того, кто сегодня там здесь. С ним надо работать. Если гонение обгончилось, а один гонитель уходит, на его место сразу другой становится. Вместо ликения, там, где христиан и другие, они так вот и идут. Поэтому здравомыслие в том, что искушение, гонение допущено Богом. Вот могло бы не быть зимы, а она есть. Я сегодня расскажу, как мы мучились, как успели закончить в один день. В полдня решалось все, и сегодня уже снег. А мы вчера утром еще при снеге. Как мы там бились, замерзшие, не могу лопату держать, вода. И мы все колотились. Это у Бога все высчитано. И Он дает нам это испытание, чтобы мы научились ценить драгоценное мирное время. Здравомыслие и рассудительности. Вот у человека не получилось семейная жизнь. Сегодня много разводов. Ну, это такая жена. С другим она живет. Почему? Незаконный брак. И теперь там тишина полная. То есть дьявол еще глубже погрузил. Это в семье, это на работе. Вот он, его гонят здесь, брата нашего. И говорит, его куда-то делят, этого человека. Назад я прихожу, мой соратник рядом работал. Поднялся против меня. Я говорю, да не было этого. Нет, ты про меня говорил где-то. Это допускается. Один монах в монастыре был, а их там 13 человек было. И вот 6 человек против поднялись, а семеро за него, то есть больше за него. И он не вытерпел, на другой остров поплыл. И там 13 монахов, но теперь против него уже семеро. И он понял, ничего не надо, возвращается назад. Вот так устроено это все. И поэтому здравомыслие помогает человеку занять правильную позицию по отношению температуры, воздуха. Твой отец мог быть не таким. При его талантах он мог бы быть большим начальником где-то. Но он такой, люби такого, как есть. Заботься о нем. Здравомыслие научит тебя ценить то, что у тебя под руками, благодарить Бога. Я вам сегодня буду спрашивать немножко их, которые были в лагере здесь. Практически-то почти все. Да, были. Не только эти, эти тоже были. И это все были. И это еще все были. Немного. Что они увидели в здравомыслии? К чему призываем мы постоянно? И рассудительность. А рассудительность, если я так поступлю, а это так, лучше не делать. А если я это возьму, а это не мое, а потом ко мне это вернется, у меня возьмут, эй, нет, не пойдет. То есть рассуждение, чтобы все время были. А не так, пошел в школу, все. Крест мой никто не видит. Теперь я так же прыгаю, играю, играю. Какая-то игра. Подскочил, ударил, подножку поставил. Я за это наказывал, Ваня, за подножки? Ну, убегает парень, ногу-то вытянул, он кубаркнулся. А рядом колышки, и все. Это большая, могла быть авария. Я считаю, такую тему можно было бы разобрать с детьми. Храни вас Господь. Спасибо, Христос. Кто понял, о чем дядя Игнатий вам сейчас сказал, кто может повторить? Оля. А то, что нельзя... Ну, говори, что запомнила. То, что нельзя брать чужое. Нельзя брать чужое. Что еще? Общий такой вот, если обобщить, что он сказал, да? Что нельзя ставить подножки. Подножки ставить нельзя. А в общем, что он сказал? Леонида. Прежде чем что-то делать, нужно подумать. Подумать, чтобы было здравомыслие, да? Да, Ваня, что еще ты запомнила? То, что в коллективе, если там есть какие-то хулиганы, если их убрать, то на место их все равно добавляются те же хулиганы. Да. То есть проблема, как говорят, да, неверующие, проблема вот в этом человеке. А человек уходит, и новый появляется, какой-то другой. И тоже те же самые возникают сложности. То есть нету этой такой проблемы в этом человеке. Нужно уметь в любом коллективе быть и сохранить себя кем? Христианином. Христианином оставаться. И ко всему подходить с рассудительностью. С рассудительностью. Еще Леонида хотела добавить. Нет? Оля. Что прежде чем начать сложную работу, нужно помолиться Господу. Помолиться, сложная работа, что у Господа все вымерено. Да, дядя Игнатий расскажет, как он в самый последний день они успели доделать работу всю, которую намечали. И испортилась после этого погода. То есть они успели. Господь все так размерил, что... Ну все, хватит. Ты уже много сегодня сказала. С рассудительностью ко всему подходить, так? Запомните основную мысль. И о том, что когда вот вы здесь все такие красивые, все такие по форме одеты, благочестивые, сейчас на молитву пойдете. Когда вы приходите в коллектив неверующий, на улице, в школе, в магазине, где бы вы ни оказались, вы должны не забывать, что вы христиане, даже если на вас нет двух платочков, и вы не одеты по форме, как здесь, и вести себя благочестиво, не хохотать, как некоторые любят хохотать, да, бесноватским каким-то таким смехом, и вести себя, как прилично верующие. Понятно? И не забывать. Они там играют, дерутся, что-то какие-то, в опасные игры играют, а вы в этом не участвуете. Ну, если даже спросят, а вы так скажите, а нам нельзя, мы верующие, нам это нельзя. Какие-то фильмы, какие-то игры там играют, все вокруг подойдут в эти планшеты, в эти во все всякие стрелялки, скажите, а мне нельзя, я верующий. Ну, даже если у вас смелости не хватает, так сказать, просто не участвуйте, отойдите. Отойдите. Всегда есть другие какие-то, чем можно заняться на переменах. Ну, кто тебя может заставить играть в игры? Не заставит тебя никто. Вы сами подойдете, скажете, да, я, да, я поиграю, да, охота же, интересно. А вы наберитесь силы воли. Вы верующие. Вам в этом нельзя участвовать. Храните себя. У вас всегда есть то, что вы не можете делать. Вот расскажу вам поучительную историю. Помните, мы с вами разбирали где-то два воскресенья назад, особенно школьников касается, о том, что нельзя списывать, что списывание это? Греб. Греб. Как ложь. Ложь. Это ложь, это обман, да? Вы обманываете учителя, правильно? Когда списывают. Ну, не вы, а вот тот, кто списывает. Если вы спишите, вы будете лжецами, врунами. Так? И им не призывайте. Это нельзя. Вам, христианам, нельзя. Вот помните, вам рассказываю историю у нас в группе? Все распределились, писать. Я не стала списывать. И чем дело закончилось? Вся группа списала. Две группы мы сдавали экзамен. Две группы списали. И чем дело закончилось? Две группы пошли на пересдачу. Кроме меня и еще одной девочки-кулинки. Вот чем зовут. Это Господь так сделал, потому что самое главное помолите. На каждую контрольную идите. Помолитесь. Не забывайте. Дома помолитесь. Перед началом контрольной помолитесь. Закройте глаза, прочитайте, Отче наш, и начинайте писать. Не на списывание, не надейтесь, а на свою память. И... У нас еще Агафья пришла. А где Келина? Нет? Нет. Агафья. А, назвал. Так. И... Садись. Не списывать. Вот мы с вами позанимались на эту тему, что подготовились, да, в контрольной. Все, у нас контрольная готова. Мы ее видели, мы ее прорешали все дома. Я Лере сказала, но никаких списаний. Мы разобрали, еще придумали примеры на те же задания, все прорешали. Говорю, но не списывать ничего нельзя. Вот как мы все правила повторили, все держи, только из головы брать. Нельзя себе ни шпаргалок писать, ни ответов готовых, ничего. Лера пошла, никаких списываний не делала. А девочка, как ее зовут из класса? А? Полина. А, Полина. Это было не на математике, я припутала, это был английский язык. Мы готовились к диктанту. Дома несколько раз все это написали, она написала, ну, с ошибками. Папа там ее проверял, хотя папа немецкий язык учил. Ну, потом я еще. Все. И пошли они писать контрольную. Девочка, Полина, написала по порядку себе все слова на английском языке. И на столик аккуратненько этот листочек положила. Скажет, да что? Ну, Господь все так сделал. Как он сделал? А учительница взяла и переставила все слова. Сначала она им говорила, что слова будут писать по порядку. Сначала там животных, потом еще на английском языке. А она взяла и все в другом порядке начала диктовать. А девочка-то к этому не была готова, она слова-то вообще не выучила, она не знает, что это слово. И она все, она говорит крокодил, а девочка пишет кенгуру, как у нее написано в заготовочке. Все переписала. И что? Чем обернулось это списывание? А тем, что учительница видит, все написали так, а одна пишет. Все в обратном порядке, как на том уроке задавали. Она сразу ее раскусила. Этот обман, мало того, что учительница поняла, она ее вызвала к доске. А тут же и говорит, Полина, выйди к доске. Я проверю, у тебя тут все без ошибок написано. Мама, то есть так, она же не списывала. Она списала. Она все списала в заготовку. И она на доске написала. Она говорит, ну давай вот, пиши там крокодил. Тарас начинает писать все с ошибками. Она и второго слова, там плавать, опять с ошибками, прыгать, опять с ошибками. Все слова, которые ей учительница задала, написала абрукадабру. Чего попало написала? Она говорит, вот так вот. А контрольное-то все без ошибок, только в неправильном порядке. Она себя сама выдала, эта девочка. Обман вскрылся. Знает учительница, знает весь класс, весь этот обман и позор. Все узнали, Полина списывала. Это кому надо? Девочки, это и надо? Не надо. Но это было ей в наказание за то, что она решила обмануть. Обмануть. Решила дома не учить, а написать себе бумажку для списывания. Вот. Ее, ее Бог наказал. Она сама себя наказала. И теперь она, ей теперь стыдно. Позор. Не хотите в такой ситуации оказаться? Обман и ваше списывание все равно вскроется. Все равно узнается. Поэтому никогда не списывайте. Бог все видит. Помните, мы учили песенку? Бог видит наши мысли. Бог видит наше сердце. Не спрятаться, не скрыться от Него, да? Ни за какой дверцей. Нигде не спрятаться. Ни под кровать залезете. Нигде. Все равно Бог увидит. Ангел-хранитель рядом стоит. Ой-ой-ой. Что ж ты делаешь? Надо честно готовиться. И вот запомните, на все, все 10, 11 классов будете учиться. Потом еще куда-то, может быть, поступите дальше учиться. Списывать – это грех. И этот грех все равно вскроется, откроется и будет явный. Вы спишите, не выучите это, а потом придет время работать. Надо будет работать, надо будет это знать, а вы, а когда это надо было учить, и я не учила, я же списала, я же экзамен-то не учила, сдала, я же контрольную написала. А теперь как мне работать, я не знаю, как это делать. Все. И вы работать не сможете, потому что обязательно все списывания, рано или поздно придется за них претерпеть наказание. Что? Вот. Запомнили теперь? Все. Крепко-накрепко эту тему закрываем, да? Списывать грех. Здесь почти все школьники, кроме Полина. И Агафья. Агафья еще ничего не списывает. И Варваре. Ну, Варвара вышла уже. Она замякала. Так. Успеем еще почитать? А? А, проходит. Так, мы с вами вот отсюда читали. Первый урок мы какой читали? Уважение, да? Помните внимательно? Уважение. Уважение. Главная мысль какая у нас была? Все говорят, кого мы должны, что мы должны уважать? Что значит уважать все сразу? Уважать старших, уважать стариков, там, да? Ну, это уважать тех, кто, кому нуждается помощь. Уважать вообще ближнего своего. Уважать всех нужно. Не только старых уважать, а других не надо уважать, да? Или там. Мам, кто нуждается в твоей помощи. Да, кто, кто нуждается в твоей помощи. Правильно. Это любовь к ближнему, да, проявляй. Но уважать это тоже очень близко к этому, проявлять любовь к ближнему. Потому что все созданы Господом, все являются творениями Божьими. И уважительно нужно относиться ко всем, а не только к старшим или к учительнице. Ко всем. Братья уважительно относятся к сестре, да? Даже если младший, младших тоже надо уважать. Заболел младший, братьев, сестренка. Говорит, не бегайте, не кричите, я болею, у меня голова болит, температура. А другие скачут там, играют, веселятся, им-то хорошо, или там включили музыку там, или что-то еще, компьютер включили. Нет, надо уважительно относиться. Уважительно ко всем, и к сестрам, и к братьям. Уважительно даже, что мы разбирали, в чем уважительно относиться к маме. Не пачкать одежду, чтоб маме стирки меньше, глажки меньше. Понятно? То есть уважение, это не только вот стариков уважать, там бабушке место в автобусе уступить. Уважение гораздо более широкое понятие. Хорошее поведение ваше, сегодня мы уже об этом говорили, о хорошем поведении, хорошем, то есть по-христиански себя вести, как верующий. Это проявление уважения по отношению к другим. Это мы разобрали уважение. Ответственность. Давайте почитаем, что такое ответственность. Я знаю, мы уже читали, мам. Про ответственность читали? Что такое ответственность? Ты у нас сегодня все знаешь, самое маленькое, больше всех отвечаешь. Ответственность, когда мама уходит, например, в магазин, а ты остаешься с маленьким братиком. Мама тебе сказала, когда брат проснется, ты дай ему сосочку. И ответственность, это значит, когда человек остается один, и у него младший братик, и он за него отвечает. Несет за него ответственность. Говорят, ты несешь за него ответственность, да? Или пошли гулять, на качельки покачаться. Вот вы тогда вдвоем пошли на качели качаться. И Лера была старшая. Говорю, Лера, ты несешь ответственность за младшую сестру. И чем дело закончилось? Поля засунула палец, и что? Палец? Чуть ли до операции дело не дошло, да? Ну вот он. Зажил, или как у нас пальчик. Вот. Вот. Лера была ответственная, то есть Лера не доглядела, что младшая сестра засунула куда-то там палец, и палец ей чуть не оторвану. Она сказала, мне за ней идти. Я пошла, когда она пересла на ту сторону, я взяла... Ну все, это долго рассказывай. Думаешь? Нет, это не долго. Я взяла за одну штучку, и мне случайно пальчик туда в щелку попасть, и когда она пересла на другую сторону, то у меня оно прищемило. Прищемило. Да, это вот знаете, такие качели-то, вот такие качели-то. Лера сидела с одной стороны, а Поля руку положила, там пошел, с другой стороны. мы пошли, мы все сказал. Все, смысл какой, что Лера себя повела неответственно. Она не следила за младшей сестой, и не проследила, что та куда-то палец положила, не туда, и там ей, ты раз ответственна, ты должна за ней следить. Как она дорогу переходит, как она на качелю садится, чтобы сильно не качалась, чтобы раз на ней лежит за нее ответственность, да, и она главная ответственная. Быть ответственным, значит принимать и выполнять обязанности, которые появляются у нас в жизни. Выполнять эти обязанности, дали тебе обязанность, так, у нас ответственная, например, там тетя Аня за составление графика дежурств. Все, ей дали это поручение, она должна быть ответственной, составлять график дежурств, вовремя, значит, его рисовать, как только график закончится, она новый должна нарисовать, и быть ответственной, не забывать об этом, напоминать другим, что вот, пожалуйста, твоя очередь уже подошла. Она всем на электронную почту разослала эти графики, у кого есть, чтобы все об этом помнили, она несет за него ответственность. Другая там, допустим, другой дает ответственность, вот у нас Лера ответственная за пылесос, да, ну, к примеру, Лера ответственная за пылесос, без напоминания, все, не почему я, у каждого своя сфера, а летом, когда мы жили на даче, у Леры была, какая у нас ответственность, каждый день она выносила мусор, нужно было выйти на улицу, дойти до бака, выбросить мусор, уже без предупреждения, я мешок завязала, все, она ответственная была по мусору, у каждого тоже своя ответственность, Ваня печку топит, да, и уже не забывает, он знает, как дрова положить, как все подходит ко всему, очень ответственно. Как ему дали поручение, задание он его несет. Например, да, или Ваня, или Местор, там, как вас, не знаю. Это ответственность, то есть выполнять и принимать обязанности какие-то, которые возникают у нас в жизни. Еще, какое мы учили стих из Библии, кто вспомнит про ответственность? Как нужно дела все, которые вам поручили делать, или которые вы начали делать, как нужно его делать? И стих есть в Библии, который помогает. Все, что делаете, кто помнит продолжение? Делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Да? Правильно произнесла, нет, ошибок? Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Давайте пором повторим. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Ну, для человека вы можете сказать, ой, ладно, и так сойдет, да, там, Ксюша там попросила что-то там, или Лера попросила Ксюшу зашить там дырку, Ксюша взяла иголку, а Лере и так сойдет там, зашью дырку, как попало. Нет, нужно что? Как для Господа делать? Вот как будто вам это платье, вот это вот принес Господь и сказал, зашей, хорошо, давай, зашей, вот, сам Господь дал вам такое поручение, и делать все очень ответственно и добросовестно. Правильно? Вот, тоже могут сказать ответственно. А когда характеристики пишут на работе, тоже всегда употребляют это слово. На многих работах, вот у меня постоянно нужно, что пишут эти характеристики, то на категорию, то на какую-то там учебу, и везде эти характеристики. И вот садится заведующий отделением, либо там подписывает главврач, и должен написать эту характеристику на сотрудника. И всегда он использует, какой человек ответственный или безответственный, да? То есть ответственному человеку поручили задание, он никогда его не забудет. Скажет так, к четвергу тебе нужно сделать. Безответственный человек как? Пришел четверг. Ой, я забыл, да мне некогда, да я вот тут вот заболел, да вот я не сделала, отчет не сделала, там журнал не посчитал. Там график не составил, там что-то сделал. Все, я завтра, я сделаю, я на выходных, вот у меня будет время. Вот как безответственный будет говорить, все время оправдаться какие-то дела. А ответственный как сделает? Ему в понедельник говорят, к четвергу надо сделать. Ответственный как сделает? Сегодня сделает, правильно. Пять, сегодня Полина пять получает. Ответственный прямо сегодня сделает и не будет до четверга тянуть, когда с него спросят. Пока он помнит, пока не забыл, прямо сегодня в понедельник уже это сделает и в четвергу то у него уж все будет готово. Да, он может сразу и отдать, а может положить уже готовую работу в четверг. Скажет начальник, ты сделал? А он скажет, конечно, вот, пожалуйста, все. Скажет, ну какой ответственный работник? Пять, слово ответственность. Скажите, христианин должен обладать ответственностью? Да. Ну, а остальные? Почему? Не, не должен? Всегда должен. Всегда должен быть ответственным. Вот Тарас сказал. Всегда христианин должен быть ответственным. А бывало у вас такое, что вот вы, ну, были неответственны? Что-то там, было такое? Ты мне никогда не сделала ответственностью. Ну, ты еще маленькая, тебе главное ответственность не ставила. Ну, бывает такое, правда же, Тарас? Что-то сказали, бывает, что забыли, да? Или там не успели, или вот как-то неохота, это было неохота. Да, у всех такие бывают случаи. Но об этом что надо? Об этом надо молиться, чтобы быть ответственным. А надо молиться, чтобы запомнить, что-то ответственность. Да, чтобы память хорошая была. Вот для ответственности очень нужна хорошая память, чтобы запоминать эти задания, да? За что я отвечаю, что вы меня попросили? Ответственность это и в исполнении домашней работы, которую вам в школе задают. Что, о, я забыл стих выучить, да, там еще что-то. Не записал дневник, забыл, а дома уже посмотрел дневники заданий никаких нет. Нет, все, пошел играть, там, в футбол пошел поиграл, там, еще что-то, с горки. Сейчас с горки будут, скоро снег-то выпадет. С горки прокатался еще, а домашку не сделал, да? Домашнюю работу пришел. Вот, для ответственности еще и память нужна, еще и о памяти надо молиться, чтобы память была хорошая. Чтобы все задания всегда помнил, все, что поручили вам мама, папа, или учитель в школе, или на работе. Ответственные люди всегда заботятся о том, чтобы все, что нужно им сделать, было сделано. А безответственные люди, они не заканчивают свою работу. У таких людей всегда на готове оправдания. Не было времени, я забыл. Вот как раз мы это с вами сейчас только и разобрали, да? Ой, я забыл, не было времени, заболел, там все, что-то случилось у них. А может быть и просто лень, и они откладывают на последнее время, и так выполнить не успевают. Так, история из Библии. В Библии рассказывается об одном человеке, который хотел быть ответственным. У него была очень важная работа. Этого человека звали Соломон. Так, кто такой Соломон? Соломон. Это кто? Мужчина, так. Нет, это Самсон, ты перепуталась. Сильно, это Самсон. А Соломон? Ну, вспоминай, Соломон. Это был Нацебуку. Царь, правильно, это был царь, он был сын кого? Другого царя, царя? Давида. Давида, правильно, все вы помнили. Соломон был сыном царя Давида. Он был третьим царем народа Божьего, израилетян. А первый царь кто был? Был первый царь, помните? Саул. Саул. Потом Саул провинился пред Господом. Бог решил, что дети Саула не будут царями, а поставил Давида. Еще когда он был мальчиком, помните, пришел пророк, его помазан. Вырос Давид, стал царем. И вот у него был любимый сын Соломон, и он стал после него царем. Уже запели. Все, пойдемте. В следующий раз мы прочитаем историю про Соломона, который очень хотел быть ответственным. Слава Господу за наше занятие. Идите в храм, не топайте, вставайте аккуратненько. Маленькие впереди, старшие, повыше, повыше. Тебе сегодня пять, да? Тебе все вопросы правильно отвечаешь. Маленькие впереди. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»